Добрый день дорогие друзья! Мы, мы миссионерская семья. Меня зовут Гунтарс, я родом из Латвии. Меня зовут Ольга, я родом из Украины. Меня зовут Самуил, я родом из Америки. Он родился в Америке. Мы рады вас всех приветствовать и дальше мы поделимся нашими миссионерскими новостями здесь с Африки, с Черного континента. Дорогие пасторы, всем здравствуйте еще раз. Здравствуйте всем с Африки. Благодаря Тане, я думаю, многие из вас вы уже видели некоторую информацию по поводу того, что мы делаем на территории пустыни Туркан. Это на севере Кении, на границе Судана, Эфиопия, в том числе захватывая эти страны. С другой стороны у нас Уганда. И главное событие прошлого года, это, конечно, у нас была большая лидерская конференция, такой лидерский семинар. Практически на целую неделю мы собирали вместе лидеров и касались различных вопросов, связанных со служением церкви. И, конечно, я думаю, этому можно было посвятить отдельное видео. Оно было уже сделано, и Таня обещала, что она это видео перешлет вам. Но сейчас, на данном этапе, мне бы не хотелось ацентировать внимание именно на пустыне Туркана. Мне бы хотелось поговорить больше о горе Угон. Это то место, откуда мы начали миссию. Было это 5 лет тому назад. Гора Угон, она разделена на две части. Одна часть это территория Кении, другая часть на другой стороне это уже Уганда. Но мы работаем на части Кении, которая продолжительность где-то 150-170 километров и где-то 50 километров в глубину горы Угон. Где в отдаленных местах даже невозможно заехать на мотоциклах, невозможно заехать на машинах. Мы были в местах, где люди пересаживаются с мотоциклов на осликов. И дальше они отправляются приблизительно один день пешком через горы в те поселения и поселки, в которых они живут. Из этих мест также на наши лидерские обучения, на наши пастырские обучения приходили пасторы, приходили лидеры. И мы имеем плотный контакт на территории горы Угон. Приблизительно около 300 церквей мы охватываем на стороне Кении. И, конечно, хочется акцентировать внимание и подчеркнуть мысль о том, что те проблемы, которые были актуальны для пустыни Туркана, они также актуальны для горы Угон, потому что огромное количество пасторов, лидеров, они только научились читать, они научились писать, у них нет никакого богословского образования. Огромное количество проблем, споров и раздоров среди церквей по большому счету приводит в местописание, где Иисус слепому помазал глаза грязью. Потому что в каких-то местах грязь, она красная, в каких-то местах она белая. И это вызывает теологические споры среди пасторов и по динаминационные разделения только на базе цвета грязи. И это звучит, конечно, звучит очень печально, но в то же самое время мы увидели, что акцент, который мы выбрали для своей миссии в самом начале, что мы уделяем главное внимание образованию лидеров и образованию пасторов, оно имеет свой смысл и оно имеет очень хороший результат. Потому что мы за эти годы увидели, как большое количество пасторов приходили ко Христу. Как бы странно это ни звучало, но это так, потому что многие из этих людей, они начали свои по местной церкви как маленький вот такой вот бизнес. Это была бизнес-идея, как заработать денежные средства, как собрать какие-то маленькие копейки с общества и на фоне религии заработать каких-то денег. И мы увидели, как люди приходили ко Христу, мы увидели, как приходили ко Христу, их жены, их помощники, их дети приходили ко Христу. И самое такое, наверное, значимое событие, которое происходило, итог такое, мы увидели, что большое количество церквей, оно выросло. Где-то церкви выросли в три раза, где-то в пять раз они выросли. И это произвело очень-очень хорошие перемены. И мы, конечно, рассчитываем, что эти перемены будут продолжаться. За это время мы еще открыли 234 воскресных школы на территории Кении, Уганды, Судана и Эфиопии. И большинство из этих воскресных школ находится именно на территории горы Угон. И их численность составляет там 130 воскресных школ. Тематики пастырского образования большую часть мы уделяем переводам. Почему именно переводам? Потому что на языке свахили, несмотря на то, что христианство в этой стране существует более 150 лет, до сих пор нету книг и материалов, напечатанных на языке местного населения. И буквально пару лет назад мы начали делать переводы. И можно сказать, мы были, наверное, в числе одних из первых. Почему одних из первых? Потому что параллельно еще с нами начинало служение Деррика Принца. И переводить материалы на язык свахили. И мы стали в этом году партнером из служения Деррика Принца. По распространению его переведенных и напечатанных материалов. А также, ввиду того, что многие из вас, вы из России, я хочу сказать, что Церковь Слова Жизни, Москва, пастор Мацулла нам предоставил на перевод две его книги, посвященные пастырскому образованию. Одна из них называется «Пастор». Вторая книга написана о пастырской команде. Как создавать пастырскую команду. Мы перевели эти книги на язык свахили. И, конечно, мы их напечатали. И в течение этого года все пастырские семинары, которых мы проводили, мы каждому пастору лично давали в руки книгу пастора Мацуллы. И более 700 пасторов они лично получили в книгу руки на своем родном языке. И у многих людей это по-настоящему вызвало слезы. Мы видели епископов, у которых большие уже ассоциации, у которых по 40, по 50 церквей, которые находятся по 25 лет, по 30 лет находятся в служении. И они нам говорили, что это первая книга на их родном языке, которую они вообще держат в руках, именно посвященная пастырскому служению. И, конечно, мы бы хотели развивать партнерство с каждым из вас, потому что миссия это все-таки командная работа. Без команды ее невозможно сделать, без партнерства ее невозможно сделать. И вот таким вот результатом партнерства вот в этом году вот с христианами у нас стал проект вот нашей христианской школы, он территорий горы Огон, в которой сейчас на данном этапе учатся 107 детей из очень-очень бедных семей, которые раньше вообще не имели никакой возможности получить образование. Но мы видим, что эти дети очень талантливые, что в них очень много такого хорошего жара, пылок к учебе, они страстные очень по учебе. И меня еще называют папой, потому что я получил какое-то такое особенное признание от этого общества, и они называют меня папой. Плюс еще вдобавок, что, конечно, к чему все это привело, привело к тому, что в наших селах есть большое количество гунтерсов, есть большое количество Ольг, есть Самуилы. И этим детям им были даны наши имена, некоторые из них уже учатся в нашей школе, но им были даны и наши имена как признание, как благодарность старейшин, деревень, поселков и родителей, конечно, потому что с нами пришли какие-то перемены. На продолжении достаточно долгого времени мы занимаемся медициной. У нас есть команда, которая занимается тем, что обучает людей в горах, как заботиться о себе. Более трех тысяч детей мы обработали. У нас на территории горы Ольгон есть такая проблема, как песчаные блохи, это паразиты, которые живут под кожей, в руках, в ногах. И зачастую это комплексная проблема, она связана с наличием воды, с наличием мыла, с наличием обуви. И вот эти три проблемы на этих территориях, они стоят очень остро. Потому мы сделали скважину. У нас в одном из поселков мы поставили большую водонапорную башню. Туда приходят люди, около пяти поселков, в которых проживают около десяти тысяч, плюс-минус людей. Приходят туда, на эту скважину, в разное время брать питьевую воду. И вот благодаря питьевой воде, благодаря скважине вот этих проблем с джиггерсами в этих поселках стало гораздо меньше. И, конечно, мы продолжаем обучать местное население, как бороться с этими проблемами. Продолжаем их снабжать медикаментами. И в этом году у нас по-настоящему большая проблема с наличием спонсорства и помощи, финансовой помощи, для того, чтобы вот эту работу продолжать. Потому что таких деревень много. И ввиду различных обстоятельств, потрясений в мире, к сожалению, мы потерялись спонсором. Но это возможно сделать, это возможно возобновить, конечно, при вашей поддержке. Что мы увидели положительное во всех этих социальных проектах? Мы увидели, что не только мы отвечаем на нужду, реальную нужду людей, но также социальные проекты помогают церкви расти. И во всех тех местах, где мы работали с медициной, где мы работали с водными проектами, где у нас в очень бедных поселках происходит кормление детей, которых у нас на около тысячи детей сейчас на данном этапе у нас на кормлении. И все эти церкви очень быстро растут. Родители видят, что есть люди, которые их любят, которые их принимают, которые понимают их боль. И эти люди приходят в церковь. И церкви благодаря им очень сильно выросли именно вот в тех местах. Потому я считаю, что, конечно, нам нужно продолжать это делать. Через это прославляется имя Божие. И через это церковь Иисуса Христа также приобретает души для Царства Божьего. В заключение я хочу отметить, что здесь, на территории Кении, где мы служим, мы работаем, проповедую в пяти языковых зонах, в племенных пяти основных языковых группах. Конечно, все эти языки, местные языки выучить, это очень сложно. Но всех их объединяет знание английского языка. И в дальнейшем это местные переводчики, с которыми мы сотрудничаем, которые уже переводят на местные диалекты. Те люди, которые мечтают сюда приехать, я хочу вас ободрить. Я хочу акцентировать ваше внимание на то, что вы должны учить английский язык. Потому что английский язык, это язык миссии. В любой стране, будет ли это африканский какой-то континент, или это будет Индия, или еще какая-то из стран, может быть, третьего мира, вы столкнетесь с тем, что вам необходим будет английский язык для миссионерской работы, миссионерского служения. А также, дорогие пасторы, я хочу сказать, что здесь очень благоприятная почва, здесь очень благоприятное место. Мы видим, что люди хотят узнавать о Христе. Люди хотят приходить ко Христу. И буквально то, что сеется сегодня, она уже через полгода, иногда через месяц, она имеет уже в себе жатву, и она уже созрела. И церковь здесь умножается численностью, даже при тех минимальных усилиях, которых наша миссионерская семья, двоем, троем, с некоторыми волонтерами, которые приезжают сюда, мы можем сделать. Но если с вашей помощью мы сможем эту работу поднять на более высокий уровень, вы увидите огромный плод в Царстве Божьем, и вы увидите, что на небе у вас будет награда на африканском контингенте. Добро пожаловать на миссионерские поля.